привет стримаши боги божественные стримаши хочу рассказать то что я решил больше не интересоваться навальным не поддерживать его потому что он ситуацию не исправит да он говорит плохие путин плохой дружки бандиты вроде путина ругает но он не говорит основного то что систему надо поменять все равно та же самая система остается я специально залез на его сайт опять перечитал программу сейчас я опять зайду покажу вам там просто заявляется что я буду хорошим я поставлю хорошего министра но это всегда так заявляют все все же сидят все набиулина там хер знает кто вот этих шойгу золотого лишь горят я хороший а потом просто бьют тебя все и убивают поэтому ну просто это лично для меня нет смысла никакого вообще заниматься смотреть у него ролики потому что вообще я думаю пост президента он вообще не нужен тем более там у него нигде не видел что он уберет вот эти все повышенные полномочия как бы я сделал либо полностью убрал пост президента либо полномочия но все вот все вот которые написаны там созывать совет чрезвычайную безопасность вот эту херню там назначать кого он там судьи конституционного суда вот это все надо убрать потому что ну если он назначает каких-то вот этих министров обороны то мы это люди простые никем становимся из-за этого проблема поэтому сейчас и орут как это я дохнул я нищий потому что это вот так прописано по закону и по конституции так прописано там написано власть как так как бы предлежит людям но это пустой звук пустой пшик уже не написано как реализовывать а написано что должен на выборы ходить на люди не читали что ли я уже все глаза протер в этот пункт написано да вот вы супер власть идите на выборы выборы контролирует центральная избирательная комиссия ее контролирует вот это вот сама назначенный президент ну и вот все так как бы тупик тупик навальный не не хочет или не может я не знаю что он там что он там думает суть в том что мне лично он никак вообще не поможет не своими 25 тысячами зарплаты все как а 25 тысяч зарплата смотрите пособие во франции как отвлекся я ну вот эти 25 тысяч 25 тысяч они во-первых все время тут обесценивается потом а пособие например франции там 1050 евро это получается 21000 рублей то есть там люди которые без работы они 21000 ну по-моему так вот сказал человек который туда приехал сейчас он не может работать ему дали пособие я точно документов не видел но 250 евро дает человеку там если семья 4 человека твоим вот тысячу евро дают то есть даже вот обещание причем эти обещания ни один политик не должен выполнять ну то же самое навальный вот эти вот обещание ты как бы поддерживаешь его завтра хоп он стал там перед президентом он скажет тебе жди 10 сто лет а жизнь этого человека короткая я не хочу чтобы навальный мне звонил или ко мне там домой приходил но моей роли вообще нету никакой какой-то волонтер сраный какой-то я не хочу быть волонтером я хочу чтобы со мной был договор то есть и даже не то что хочу я требую договор который пихнули мне вот виде конституции там или законов это же самые договор это же мне просто пихнули я не не могу и не можешь от них отказаться а это уже не договор от чего ты не можешь отказаться просто тебя заставили ну как поработили кабальный договор это вся суть поэтому здесь просто вот это тибильная вот эта схема виде волонтер постой с бумажкам ну было бы мне знаю 20 лет ходил бы с бумажками тем более он сам ничего не хочет здесь поправить это сто процентов потому что были митинги он говорит митинге да они эффективны и такие вот как он делает они совершенно неэффективны и потому что через два часа они расходятся она даже стоять но добиваться какую-то цель вот ставишь что в этом хоп сделали там больницу что-нибудь подобное и еще пока вот ты не добиваешься ты не уходишь он же специально навальный делает хоп люди расходятся любой там летом зимой без разницы расходятся причем известно данным давно что здесь вот были митинги что более там тысячи человек уже некуда распихивать начинаются затыки то есть чтобы добиться чего-то нужно просто там несколько дней стоять организовать какую-то еду туалет и и призы после задержания задерживают они не могут задержать а крупный город невоград например больше 1000 человек и он прекрасно я думаю это знает но как бы ему там просто как-то объяснили но ты сильно будешь давить просто как бы тебя уничтожен ты играешься там вот эти два часа в общем долго можно разговаривать хочу какой-то делать огромный ролик но я попытался объяснить что где выглядело что просто навальный меня не любит не поцеловал я обиделся нет просто он совершенно неэффективный и никогда не был он эффективным эти два миллиона подписчиков херня маленькая можно я понимаю что в политической теме там очень меньшее количество но он работает не в политической чисто политической развлекательной поэтому его можно сравнивать и с соловьевыми с хованскими и соболевым кто там еще и клэпами у них то там по 5 10 миллионов то совершенно ни в чем не эффективный в команда некоторые люди мне нравится смотрел я милого этот но это не как бы него команда вот кто с ним как бы сотрудничает с медиазоны какого скворцов там сидоров мужик хорошо что он звал либертарианцев светово пару раз но по сути он только себя пихает постоянная я сейчас свою дочку это тоже позор как бы ее рекламировать но как-то потихоньку дал бы денег на понятность у меня какой-то знакомый приятель я вам помогал да я дал вам просто денег там на рекламу но не так что просто в прямую вот твой дружок я с ним водку пью я его канал рекламирую но и при этом ругать путина как он ротенберга впихает чем надоедает конечно это вот все старая схема мы хорошие потому что эти вот плохие нет оба вы оба плохие но часто так бывает вот здесь вот канал навальный life и да я смотрю иногда сейчас уже меньше стал смотреть потому что ну потому что примерно одно и то же еще есть вот канал жить россии там было хорошо ссылочка 19 тысяч подписчиков немного здесь вот объяснение любая власть боится митингов можете посмотреть это 7 сентября и я посмотрел его и они не объяснили не доказали они сказали новосибирске мы добились отмены повышения там хотели на 15 процентов но в итоге они там как я помню по новостям процентов на 57 все равно подняли они ничего не добили ну то есть добились до места 15 7 но потом чиновники я подозреваю еще где-то прибавили эти там или через полгода эти же 7 процентов проблема в чем проблема вот с этой оплаты жилья что ты где-то минимум 90 процентов это чисто идет вот на разворовывание стоит 100 рублей кубометр горячей воды 90 это совершенно ничем не обоснованная 90 рублей просто вот захотелось захотелось чтобы ты столько платил и ты платишь столько поэтому здесь дело не в 15 не всеми процентах а вообще вот эти вот владельцы которые продают тебе этих гэсов ттгк топливно-генерирующей компании они это не это не их все структуры не должно им принадлежать они монопольные как бы они пытались акционировать что там должны быть много компаний но в итоге все равно это монопольные все структуры один провод одна труба ничего подобного я не слышал таких объяснений тему вот оплаты электроэнергии воды я нормально знаю не просто горят вот уроды цену завысили нет вообще вся структура совершенно построена какой-то хер с горы скатился что-то врубил те какую-то цену за то что должно сто раз быть дешевле и вообще ты сам должен быть владельцем но я слышал там последние каких-то роликах что администрация города хочет вот это генерирующее тепло и отопление но горячая вода отопления по одной трубе идет что они хотят как бы акционерную компанию в город под грести но это не вы владельцами станете что такое это будут губернатор это вице губернаторы они будут владельцами то сейчас какие-то компании там акционеры финны еще по моему даже если его перетащить себе администрация города так это просто чинуши вот какие-то 10 человек так не решишь проблемы такими путями так и какой-то еще вот это вылезать конечно надо требовать я за вылезание но это как бы забивание проблемы просто прикрытие какой-то бумажечкой прикрыл и не видишь ой да что не 15 процентов на 7 и даже не знают вообще что насколько там процентов просто 15 отменили они могли 15 отменить 7 врубить а через месяц рубить 16 и все и навальный про это бы тоже нами забыл пенсионного да ничего не получилось так что такие митинги не работают работают забастовки там всякие создания профсоюзов ничем подобным он не занимается одежь канал то тогда у него зайти что я перешел на этой друг друга ссылки они дают на маленьких этих влогеров не дают ссылки нехорошо все таки надо не всегда смотреть на цифры там не знаю на деньги вот я хотел просто еще и отписаться все навальный life можно дать смотреть но сейчас сожаление их там какой-то зарядили какую-то шарагу утреннюю это какими-то шутками странными все что еще нужно сказать программа чисто вот она программа кто не знает навальный 1018 чё 19 1019 напишет здесь просто как бы пожелание вот чтобы так было ну так чего да хорошо чтобы все ходили в чистых одеждах трусишках ели чистую кашку это просто заверение не не спасут не меня не вас как это делать ну как ты сделаешь независимость там судей здесь это вот есть вот я читал 25000 про них я сказал и сейчас эти все законы есть чтобы там отсчитывались но чиновники переводят на знакомых на подставных директоров тут вот это все написано я знаю я бы как решил я знаю как решить не должны чиновники вообще деньги делить и распределять написано все контролировать мы будем чё ты будешь контролировать вверх тени дадут доступ никакому счету и может и просто лень тебе ли ты проспишь ли ты болел год нет это не схема после чиновники ничего не делят и нет у них никаких полномочий вот и вся схема тут он чиновников плодит вот здесь написано под контроль специального фонда фонд создать фонд это кто чиновники кто их будет контролировать прокуратура кто будет как прокуратуру контролировать никто как сейчас просто ужас ужас есть ничего обсуждать даже не написано как навести порядок где монополизировать экономику ну вот я рассказал сейчас вам вода приходит холодная горячая одна труба провод приходит тоже один что ты мотивируешь вторую трубу протянешь ну я бы протянул на самом деле вторую трубу к домам не думаю что так сложно ну хотя с горячей водой там толстые очень трубы там вряд ли получится слишком слишком это сложно холодную можно на самом деле она тоненькая такая труба электропровод тоже физически можно растянуть это то есть пусто пустые слова прозрачный бюджет сделать как счетная комиссия она сейчас есть есть варианты идеи прозрачный бюджет его надо в блокчейн выложить чтобы не выкладывался чтобы он все время лежал ты видишь прямую все эти платежи любой человек и счетная комиссия но даже не хочу сейчас говорить про это потому что есть варианты но про это никто ничего не говорит судьи кто судьи что будут выбирать означать кто зарплату платит судим то ими командует государство и будет опять платить зарплаты что 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 другое росгвардию сократить сбы лишить функции политического сыска восьбы ликвидировать вообще-то надо и объявить преступной организации не могу можно могу сделать вот этот обзор объяснить подробно каждый пункт вкратце я объяснил стране церковь эту часть дела как у нас сейчас по закону типа светская страна просто светская на деле вот президент трется там с папами и все и фигурят они все в куче нас то есть что надо сделать надо так чтобы эти слова были такими чтобы их невозможно было невозможно было тебя обмануть ограбить убить ну смеи к минимуму конечно не идеально не невозможно ничего сделать но вот как-то к минимуму все ценить свести без всяких прокуратур судов ну смысле суды можно использовать но они тебе подконтрольные должны быть прокуратура надзор с законностью сами люди должны наблюдать с законностью вот и все да просто человек любой приходят зырит там где-то контролирует его его контролирует другой человек вот эксперты вообще не знаю кто-то носа или сашенко видел не смотрел вот милого смотрел про экономику но более-менее нормально рассказывает остальные какие-то люди непонятные удары знакомые как обычно кто ему жопку подлизывает и вообще как бы если он берет какую-то процедуру действий где-то но уберет и хорошо он берет которая для сша сша разработана ну там можно с оружием ходить можно его применять против кого угодно против полиции можно оружие применять то есть она нападает на тебя женский арест полно в каких-то штатах есть поэтому а тут не сработает тут стройка другой система система говорили феодальная феодальная рабская фашистский режим но какие здесь митинги по часу более вот в этом ролике где они показывали эффективность других странах ткани там долго стояли он сам же сказал он берет вот стояли пока не добились отмены налога там на интернет что ли в румынии где-то а он сам так не делает ну в общем я уже все это сказал начинаю просто повторять одно и то же что ему надо сделать обязательно вот не волонтеров набирать договоры с людьми заключать ну не хочет понятно там он не хочет его канал его там партия что ну и не надо вот советую заставлять я не могу никого не поддерживайте никакого навального никакие деньги ему не шлите старый хлам такой же чинуша который просто себя называют хорошим все чинуши делают вообще он нифига по моему вообще не понимает что такое система не смена начальников а смена системы он даже не понимает президент президента хотя это все все сейчас говорят более-менее нормальные люди что хотят вот эти бандиты чинуши они хотят сохранить систему поменять там президента может кого-то еще прокурора главного но главное они думают как вот систему а наша задача чтобы систему менялась лучше как можно более кардинально с рабской фашистской на социалистическое чтобы анархо капиталистической либо минорхизм никакого переходного периода не надо никаких диктатур переходных не надо потому что диктатура потом никуда не уйдет будет воспроизводиться воспроизводиться тему все можно сделать сразу все это сказки ну такой ролик все перечитал обдумал ничего от такого чтобы я типа мега ошибался я не нашел там какие-то люди активные они это не заслуга навального они не без него проживут надеюсь потом конечно появится какой-то другой человек другая партия и вообще не надо все завязывать на одной личности поэтому ничего страшного неэффективные штуки надо использовать это не то что люди боятся там что боятся но никакой это не борьба то просто навальный зарабатывает на остатках этой вот оппозиции который мне кажется уже даже одного процента нету от активного населения где-то уже там 0 1 10 или менее поэтому не то что мы сидим и не хотим делать революцию некому делать революцию но в любом случае какие-то изменения они происходят ну просто развалится там страна потому что если законами природы как бы установлено если ты не приспосабливаешься мир же все-таки он меняется так не каждый день вот со столетиями там меняется это наша жизнь маленькая то все равно не будешь приспосабливаться и какой-то я на виду страна то неэффективные станут просто население выборит тут и все этом все пока ребята всем советую критиковать навальный общее даже время не хочу на него тратить тут одно и то же говорить это пустой популизм если время есть критикуйте его я только пока что либертарианцев могу поддерживать но их фактически нет какая тысяча человек там 10 тысяч человек но числится в партии сам я хотел вступить но тоже сейчас смысла не вижу потому что ну сидеть просто говорить как бы я внедрять хочу какие-то ну и дела делать а сидеть просто клуб мне не нужен клуб для старичья внедрять я хоть там уже не молодой но чисто сидеть болтать тоже мне не очень нравится ну папа что появится что-то делать тогда я буду делать пока что вот делаю вот чем могу роликами занимаюсь и с кем общаюсь еще так в жизни им что-то рассказываю всем пока стримаши подписывайтесь на канал если охота долой государствует фашистская и псевдо оппозиционера навального тоже долой все все и